Огромный цех с мостовыми балками, весом 10 тонн, станками и кузнечно-прессовым оборудованием. Все это для учеников 60-й школы в новинку. А вот 11-классница Татьяна Чугунова точно знала, куда идет. Девушка уже определилась с будущей профессией. Она хочет управлять автоматизированными системами на производстве. Считает это направление крайне перспективным. Если вы посмотрите вокруг, то все происходит не вручную, а в основном все делают роботы и нужны люди, которые ими будут управлять. Поэтому нужно учиться и управлять будущими роботами на производстве. Я, конечно, ждала меньшего, потому что меня поразил размах производства. Я не знала, что в Рязани есть что-то подобное. Посещение школьниками завода Точинвест стало возможным благодаря проекту профстажировки Общероссийского народного фронта. В рамках реализации проекта прошла всероссийская акция «Неделя в профессии». Главная задача – помочь ребятам разобраться во всем многообразии самых разных специальностей. По-прежнему крайне востребованными остаются инженерные и рабочие профессии. Именно поэтому экскурсия была организована именно на завод. Им важно понимать вообще, что такое завод, что такое предприятие, какими возможностями он обладает. И посмотреть изнутри вообще, что такое предприятие, как оно работает. Поговорить, подойти с рабочими, что мы сегодня делаем. Они уже говорят о своих условиях, о своей зарплате можно спросить на будущее. Это очень важно. Средняя зарплата на заводе составляет порядка 40 тысяч рублей. И это только для рабочих профессий. Ребята побывали в нескольких цехах и познакомились с технологическим процессом изготовления дорожно-мостовых ограждений. Дорожно-мостовые ограждения в основном делаются из низкоуглеродистой стали. Это сталь 3, которая в последующей хорошо цинкуется. Горячим цинкованием. В цехе горячего цинкования школьники тоже побывали. Здесь им показали процесс, во время которого детали окунают в ванну с разогретым до 360 градусов цинком. Толщина покрытия составляет всего 80 микрон. Зато гарантию от коррозии дает в среднем на 85 лет. Андрей Кудряшов, хоть и не планирует работать на заводе, хочет стать инженером по авиастроительству. Считает, что подобная экскурсия была для него крайне полезна. Тем более, что мама и бабушка работают на заводах. Я увидел, как люди работают. Увидел, что им поспрашивал, им вроде даже нравится. И зарплаты довольно-таки неплохие. По рассказам я понял, что это не так уж и все и сложно. Высокотехнологично, но не особо сложно и понять это можно. Автоматизированные системы, новейшие оборудования и технологии – все это лежит сегодня в основе рабочего процесса на самых разных производствах. Важно знакомить школьников с работой заводов. А чтобы выбор профессии произошел как можно раньше, необходима серьезная и планомерная профориентационная работа. И начинать нужно с самого раннего возраста. Мария Руда, Игорь Блотов, телекомпания «Город».